приветствую вас друзья многих интересует как повысить процент побед как не попадать турбобои как улучшить статистику в этом видео я отвечу на такие легендарные вопросы как понять когда ехать в атаку а когда ехать защиту о том что нужно смотреть весь бой на миникарту я расскажу что там надо увидеть если вы просто смотрите весь бой на миникарту и ничего не понимаете что там вы видите то с таким же успехом она была весь бой смотреть в стену информативность примерно одинаковая но и какие основные задачи что нужно именно в бою делать на всех картах которые есть в игре чтобы влиять на победу но и вначале еще скажу что как бы мы не старались сколько бы усилий не прикладывали и какой бы опыт у нас и багаж знаний не имелся мы все равно не будем выиграть во всех боях у нас будет серии побед серии поражений так у всех чтобы быть полезным каждый бой на всех картах которые есть в игре нужно изначально ехать на основное направление и заниматься там тем для чего предназначен наш танк если мы не едем играть основное направление на всех картах мы уже не полезны и оставляем свою команду в меньшинстве и и могут быстро продавить снести мы не набиваем начальный какой-то результат из-за чего концу боя мы простояли где-то с нулем не повлияли на начало и середину боя из-за чего врагов уже концу боя осталось больше поэтому первое что нужно научиться в начале боя это ехать на основное направление одно из двух чаще всего и два иногда на картах бывает одно направление которое есть смысл сразу ехать играть и больше выбора собой нет допустим на малиновке лучше всего сразу ехать на гору практически на всех танках чтобы влиять на бой поскольку если вы не поедете на гору ее быстро снесут и вашу команду зажмут на базе в лесу и только чудом вы сможете в этом лесу выжить и выиграть а вот на жемчужной реке там допустим два основных направления центральная дорога с подъемом на центральный городок и на фланге короткая прямая дорога где в основном бодаются тяжи широкие длинные открытые объездные это не основное направление сидеть там в кусту и ждать с моря погоды смысла нет это подставлять свою команду нынешние быстрые бои в нынешнем рандоме подталкивает вас играть основные направления для того чтобы успеть сделать свой вклад за те несколько минут 3-4 там сколько идет бой успеть хоть что-то сделать хоть какой-то вклад хоть как-то повлиять на бой поскольку пока вы сидите там в кусту если под вас никто не подставляется просто проносят кучей основное направление вы вообще в бою не участвовали и так бывает очень часто а если вы еще и взвод создали и поехали где-то где и не пахнет основным направлением это тем более скорее всего поражение причем скорее всего это будет еще и турбослив такой сейчас геймплей в игре и там стараться своей команде помогать и делать то к чему предназначен ваш танк если это танк поддержки то мы со второй линии прикрываем своих союзников пытаемся реализовать прострелы которые мы должны изучить набираясь опыта накатывая эти основные направления основные направления это там где в начале боя сразу происходит быстро сражение там обязательно должны быть тяжелые танки для сдерживания или для продавливания если вы играете на топовом тяже в команде и не поехали на основное направление скорее всего его пронесут очень быстро поскольку вы не сдерживаете врагов если вы на танки прикрытия не прикрываете своих тяжей и в меньшинстве их могут быстро задавить и будет turbo слив это первое в чем нужно сфокусироваться на всех картах во всех боях следующее что нужно понять кому нужно ехать в атаку или хотя бы задумываться об этом а кому нужно отступать куда отступать и зачем и в какой момент вот допустим на фоне вы видите мой бой как я играю на е4 казалось бы в топе но как правильно расценивать что вообще вокруг происходит нужно смотреть на мини карту где сколько врагов допустим на карте минск два основных направления большой город и малый город в большом городе у нас очень мало союзников и очень много врагов они очевидно что с первой минуты продавят нас в городе это я знал заранее но все равно поехал играли в игру про сколько не прям на первой минуте они нас продавят и как только опасность будет уже приближаться я отъеду назад чтобы дальше встречать врагов но еще важно смотреть еще и в уши команд какие именно танки у нас и где светятся и кто не светился скорее всего всякие бумажные танки там пт-шки без брони они играют менее агрессивно и они играют направления где на бумажных танках играть легче допустим большой город там редко увидишь танки без брони это касается всех карт поэтому можно заранее представить где еще находятся танки которые не светились это тоже очень сильно помогает чтобы понять на каком направлении у нас преимущество а где наоборот также еще нужно понимать куда именно отступать почему я на т110 е4 поехал допустим не на другой фланг или не на центр в кусты или не на базу прям а просто откатился на пару домов назад я это сделал для того чтобы не отсоединяться от своих союзников отдельно во дворе в котором меня невозможно разменять я там буду отдельно от всех закрыть домами стенами меня там бесплатно убьют со всех сторон на меня могут атаковать как просто прямо по городу так и сбоку и никто мне там не поможет даже не разменяет поскольку у моих союзников туда нет прострела я не должен отдельно от всей команды находиться поэтому я отъехал назад где уже я более-менее соединился со своими союзниками и мы можем устраивать какие-то перекрестные огни друг друга разменивать и врагам уже нас тяжело задавить тем более чтобы нас задавить им нужно проехать намного дальше и пока не будут на нас ехать попутно будут получать люлей а если я уеду дальше на другой фланг или стану в кусты посреди карты там на баске в балкончике или на базе где-то будут тусоваться то во первых пока я буду ехать я не буду накидывать врагам урон буду все это время не эффективен не полезен и пока я туда куда-то далеко приеду бой уже закончится поэтому нужно в каждом бою взвешивать что у нас важнее сохранить свое хп в течение минуты пока я куда-то буду ехать в куст и все это время я не буду набивать урон но сохраню свое хп а потом останусь один против огромного количества врагов которые меня задавят за считанные секунды поскольку я буду 1 а и будет 10 допустим в этом эффективности никакой нет а вот если я немножко отъеду назад и мы с моими немногочисленными союзниками дальше будем принимать врагов и очень много хп снимем и многих поубиваем в этом эффективности намного больше нам нужно на протяжении боя как можно чаще наносить урон врагам и в начале боя на перекатках на стандартных каких-то прострелах там где враги в нас вкатывает мы должны встречать различными перекрестными не отделяться от союзников чтобы нас бесплатно не задавили или если мы едем в атаку то же самое мы должны в этой атаке участвовать они стоят где-то в кусту и смотреть как это делают наши союзники для этого нужно видеть на мини карте какое количество танков на основных направлениях у нас и врагов и каких именно танков в топе которые там на плюс 2 уровня выше или низкоуровневые слабые то танки сильные в атаке или в защите и также еще нужно понимать что по ушам команды можно определить где скорее всего находятся бронированные или бумажные танки которые еще не светились до в этом бою на фоне на т110 е4 было поражение но какой результат хороший я набил а все потому что я поехал сразу играть в игру в правильное место отъехал это не заняло много времени я продолжил встречать атаку врагов со своими союзниками и только в конце боя я выбрал неправильное направление когда меня уже окружила 4 соперника если бы я поехал на эмиле 2 то возможно я бы выиграл бой если бы правильно распределил бы последовательность вражеских нападений на меня как бы это сложно и странно не звучало я поехал вдоль города вперед потому что думал что соперник который берет базу он поедет по улице где находится эмиль и они мне с двух сторон два фуловых танка убьют а внизу будет один шотный танк и возможно один удис который сидел на базе в кусту но так получилось что снизу приехало трое а сверху как один эмиль был так и остался но никакой информации кроме как один враг берет базу у меня не было я отталкивался от нее и она мне только сыграла в минус но это самое интересное разбирать ошибки в бою и думать что произошло где можно было сыграть еще лучше вот в чем фишка нынешних боев если у вас принципе еще и до этого был невысокий значит вы просто неправильно подстроились под игру неправильно распределяете приоритеты чем важнее всего заниматься в бою возможно не знаете где находятся основные направления также основные направления можно подсмотреть на тепловых картах можно в поиске в интернете написать тепловые карты мира танков и рассматривать их вдоль и поперек как вам нравится чтобы понять куда танкисты в основном едут и вы понимать будете где в каждом бою в основном происходит игра ну и как выиграть конец боя я уже раньше в своих видео объяснял нам нужно выбрать самое слабое направление у врагов и попытаться его продавить для того чтобы освободить один из флангов и можно было без окружения встречать остальных врагов поскольку если мы врагов встречаем в окружении все наше сохраненное хп который мы берегли весь бой она в конце боя исчезнет за считанные секунды под перекрестным огнем и наверное одно из самых главных и первых что вам нужно для того чтоб процент побед рос и статистика повышалась это нужен стимул и желание если у вас этого нет вы всегда найдете отмазку для того чтобы этим не заниматься я понимаю что даже на этом этапе большинство танкистов отсеется и продолжит накатывать свои бои которые не влияют на победу это лично ваш выбор на то это и рандомные бои также нужно еще не забывать что в игре у нас присутствуют легкие танки у которых на открытых картах совершенно другие задачи и другие приоритетные направления и если легкие танки в бою умирает на открытой карте они тоже приводят свою команду к турбо поражению это происходит очень часто поскольку они перестают сдерживать вражеских лт из-за чего они подъезжают все ближе и ближе ваши союзники светятся также подъезжают остальные соперники и просто расстреливают ваших союзников поэтому не лишиться легких танков очень важно на открытых картах поскольку они единственно сдерживающая сила которая не дает врагам быстро вас продавить на легких танках в начале боя желательно сфокусироваться на контр игре против вражеских лт чтобы подсветить как они заезжают в очень важные первоначальные кусты на многих картах эти кусты одни и те же и многие уже давно их запомнили но вы возможно еще не запомнили поэтому во первых вам могут помочь стримы топ игроков где они показывают как они играют на лт для того чтобы посмотреть где основные направления основные кусты и позиции для лт также в боях вы можете анализировать кто куда едет и чаще всего светит против них можно придумать различные тактики чтобы вначале их подсветить и они в свету въезжали в кусты если в начале боя лтшки будут сливаться вражеские то это уже огромный вклад в победу на открытых картах но если вы сольетесь на легком танки вы очень сильно подставите свою команду причем на открытых картах легкие танки прям очень сильно влияют на победу нужно это максимально у себя в голове зафиксировать и понять что это очень важно на открытых картах на закрытых картах на легких танках тоже можно участвовать но они не делают такой большой вклад а просто играются как танки поддержки это тоже важная боевая единица но она воспринимается как один танчик она открытая карте легкий танк это прям основной стержень команды его лишившись прям вся команда сыпется ну и в конце если вы прям в совершенно не понимаете куда в начале боя ехать и что это за основные направления как очень быстро буквально за пару часов своего времени научиться начальным раскаткам куда ехать вообще принципе хотя бы увидеть и понять можно открыть стримы топ игроков у которых высокие средухи на десятках процент побед там 65 а то и больше и посмотреть куда они едут для этого просто на стримах проклацывайте в начале боя куда они поехали для начала хотя бы этого будет достаточно чтоб хотя бы ехать в игру играть и хоть какой-то вклад делать в результаты своей команды а потом уже набираться постепенно опыта изучать эти направления и позиции и ваш вклад будет только все больше и больше причем если все правильно и четко делать изучение этих основных направлений и позиций не занимает сильно много времени я вот в принципе рассказал вам все что хотел я считаю что это самое важное что нужно делать каждый бой с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи увидимся пока